Здравствуйте, друзья! Я Ольга Кулейкина, дизайнер интерьеров и руководитель бюро дизайна и архитектуры New Interior. Сегодня мы разбираем планировки подписчиков. И напоминаю вам, что для того, чтобы попасть в эту рубрику, и вы хотите, чтобы разобрали ваши планировки, вам необходимо отправить письмо на почту, которое указано внизу, и подготовить файлы должным образом. Об этом я говорила в первом видео. Обязательно посмотрите, и тогда у вас будет больше шансов попасть на разбор вашей планировки. А сегодня мы разбираем планировку от подписчицы Оксаны. Оксана пишет. Добрый день, Ольга! Здравствуйте, Оксана! Меня зовут Оксана. Я так тезисно вам прочитаю. Мы ждем ключи от нашей квартиры. И эта квартира четырехкомнатная, 107 квадратных метров. Наш состав. Муж и жена 41 и 38 лет. Две девочки 10 лет и 3 года. Летом девочки катаются на самокатах, зимой мы все катаемся на коньках. У девочек отдельной спальни 14 и 12 метров для младшей. 14 для старшей, 12 для младшей. Ну, там полный состав, как нужно для детей со спальным местом. Но в спальне старшей дочери должен быть еще телевизор. Оксана рассматривает наличие гостиной, где два окна. Там она хочет разместить большой диван, столик, видимо, журнальный, телевизор, кресло и шкаф с частично витринным остеклением. Ну, я предполагаю, что для книг. Еще, Оксана, вы написали про гладильную доску, которую хотите поставить на какой-то лоджии, которую мы не нашли в вашей планировке, и все остальные зрители тоже ее не увидят. Поэтому вопрос о гладильной доске на лоджии я не смогу обсудить, но зато вам предложу другое место для размещения ее в вашей квартире. В спальне хотим большую кровать, 1800 на 2000 мм. Ну, это спальное место, сама кровать по габаритам будет больше, сразу говорю вам. Прикроватные тумбы, туалетный столик, комод, а на нем телевизор, кресло, возможно, если поместится. Также Оксана говорит, что в спальне был предусмотрен санузел, и спальня вход в санузел, это вообще очень круто, из которого мы думаем сделать гардеробную. Ну, вот тут я бы воспользовалась рекомендацией застройщика, и вы это увидите. В кухне. Что Оксана планирует? Г-образную кухонную зону с антресолями. И, ну, там, как всегда, там стол, стулья, состав самой кухни мы с вами обсудим далее. Семья просит туда еще телевизор. В коридоре хотим при входе отделить гардеробную, а далее сделать хозшкафы. В маленьком санузле хотим сделать постирочную. Вы увидите, что там еще унитаз, наверное, как гостевой санузел. Давайте рассмотрим с вами планировку, которую сделала Оксана. Оксана, к сожалению, вы не прислали само расположение стен от застройщика. Мне почему-то кажется, что вы тут уже внесли изменения. Тем более вы уже подписали, так как в письме описание сделали, подписали все помещения так, как вы себе видите. Да, то есть там, где санузел, у вас гардеробная. Итак, с чего начнем? Давайте начнем с гостиной, с главного помещения. Перед вами гостиная. Ошибки сразу. Заходим и упираемся в стеночку того самого шкафчика, который с витринами, видимо, для книг. Это плохо. Диван 3 метра, но, как вы понимаете, да, вот 3 метра, вот раз, два, три. То есть он явно должен быть больше, да, если вот эта длина 3 метра, потому что обычно где-то метр глубина, учитывая спинку и прочее. Ну, непонятным образом, какой-то маленький столик, кресло вообще в центре помещения как-то тоже само по себе, и телевизор. Ну, то есть мы видим, все разбросано как-то так по пространству комнаты. Это не есть хорошо. Что касается комнаты младшей дочери. Ну, тоже опять же заходим, упираемся в стол рабочий. Не очень хорошо. Хотя есть плюс. Вы спальное место все-таки спрятали вот за стеночкой, да. Что касается спальни. Давайте я вот так отделю. В спальне кровать, две тумбочки. Ну, тут какой-то пространство, непонятно, столик, комодик и вот эта гардеробная. А вот здесь мы можем плясать. Дискотека. На мой взгляд, вход в санузел был бы лучше, потому что гардероб, вот одна зона для хранения вещей, вторая зона хранения вещей. Я думаю, что гардероб вам нужен не просто как гардеробная комната, да, сказать, вот у меня есть гардеробная комната, а вам эта комната нужна для хранения вещей, большого количества вещей. Так вот, я смогу вам предложить для хранения вещей не гардеробную комнату, а шкаф. И вы при этом получите в два раза больше места хранения вещей. Далее, ванная комната, вот, ну, видимо, расположена для того, чтобы вы из спальни могли попадать, младшая девочка и старшая. Унитаз непонятно висит в воздухе, я думаю, что просто там что-то у вас не перевелось в файл. Ну, возможный вариант. Здесь у вас постирочная с унитазом, видимо, гостевой туалет и санузел. Ну, на мой взгляд, это не очень хорошо. Как бы вот пришли к вам в гости, пошли в санузел, а там у вас там, не знаю, грязное белье или стирается, или там где-то оно, кстати, я не заметила место для хранения, ну, как сказать, куда складировать грязное белье. Возможно, это вот этот вот элемент. Что касается кухни. Вот помещение кухни. Вот стол и вокруг четыре стульчика. Телевизор. Вот как телевизор смотреть? Встать спиной кухни. Это ручки. Так вот, если вам непонятно. И вот такими глазками смотреть телевизор. Ну, неудобно. Кто-то стоит, остальные сидят, завтракают, телевизор будет, да, там. А при этом смотреть его никто не сможет. Ну, по самому составу кухни, в общем-то, у меня нет никаких нареканий. Ну, и что касается спальни старшей дочери, которой 10 лет. Первая ошибка. Заходим, упираемся в кровать. Ну, и отсюда уже, как бы, я считаю, что надо все изменить. Что касается гардероба при входе. Заходим, наверное, вы стройные раскатаетесь на коньках. Но вот в этом пространстве, даже самым стройным, ну, пройти можно, но пользоваться невозможно будет подбором вещей. Потому что здесь, если вот эта вот ширина, ну, глубина шкафа 60 сантиметров, 600 миллиметров, то здесь остаточек, наверное, 400 миллиметров. Это неправильно. Вам надо, чтобы хотя бы было 700-800 миллиметров, для того, чтобы вы встали, отошли, посмотрели, увидели вещи. Потому что вот так вот ничего не видно. Видите, и вы меня не видите, и вещей никто не увидит. Соответственно, вот этот блок я бы изменила. Хочу напомнить, что если бы, допустим, вы обратились ко мне за планировочным решением, то я бы вообще иначе бы использовала там расстановку стен, может быть, поменяла бы местами, даже сейчас я поменяю местами по назначению те зоны, которые вы уже для себя продумали, и планировка была бы более удачной. Но в рамках нашего обзора, разбора планировок, я работаю в рамках тех стеночек, которые вы мне дали. Поэтому я постараюсь максимально приблизиться к более удобному варианту. Я сейчас указала на ошибки, и после этого буду вам показывать, ну, как это изменить. Давайте начнем, собственно, опять с гостиной. Я бы поставила диван ваш трехметровый замечательный вместо телевизора. Ничего страшного, что здесь шторы, да, вот у нас останется пространство. Диван у окна тоже может быть. Надеюсь, там нет выхода на лоджию. И мы даже можем еще здесь сделать розеточки где-то, да, рядышком в полу, для того, чтобы подзарядить ваш мобильный телефончик. Кресло я бы поставила возле другого окна. Здесь более какой-то комфортный столик. Ну, а что касается телевизора, ну, по оси дивана, наверное, разместим его, да, традиционно. Вот здесь на стеночку повесим. Ну, и там нужна для него тумбочка или нет, это вы уже там сами решите. В этой части мы видим стену, и здесь мы можем вот эту вот витринку с книгами или там с чем-то таким разместить. Соответственно, мы заходим в комнату, не упираемся в некрасивую стенку шкафа, а видим вот эту вот красоту. Что касается спальни младшей дочери, я бы вам предложила перенести вход по центру. Это нам дает большой результат. Вы скажете, вот вы поставили здесь кровать. Кровать я бы поставила все-таки вдоль стены. И шкафчики справа слева небольшие. Кто-то скажет, Ольга, Оксана так прекрасно поставила большие шкафы, а вы тут, девочки, сделали меньше. Нет, ну смотрите, я же здесь стеночку ставлю, перекрываю. Вход у нас в центре. И здесь мы можем поставить уже вот рядом со столом, глубина которого 600-800 миллиметров. Мы поставим шкаф, совершенно замечательно еще, я вот так вот условно покажу, платяной, он может быть и с распашными дверцами, и там с раздвижными, как угодно. Что мы выигрываем? Мы выиграли вот такое замечательное пространство в центре. Девочке три года, она здесь может вот на таком коврике разложить все свои игрушки. И это очень классно. А вечером убрать в дополнительные зоны шкафов. Что касается спальни, давайте начнем вход из спальни в ванную комнату. Я все-таки предлагаю вам ванную комнату, ванну оставить, ванную комнату. И мы разместим следующим образом. Вот, собственно, как-то у вас тут стоит ванна. Мы перегородочку поставим здесь, чтобы вот это вот у нас было помещение в ванной комнате. Видимо, так от застройщика и было. Напротив входа мы поставим раковину, да, причем столешницу вот так вот сюда продлим. А в этой части мы поставим с вами унитаз. Вот, ну, чуть-чуть переместим дверной проем, вот посмотрим, как-то так, для того, чтобы не упираться в унитаз. На мой взгляд, это более удобное решение. Что касается ванной комнаты, ну, вот это вот помещение уже, да. Вы, в принципе, ведь планировали, наверное, чтобы все ванной комнаты пользовались и девочки ваши две, и вы с мужем. Я предлагаю, можно здесь либо сделать постирочную, но если у вас она первоначально была предусмотрена возле входа, давайте ее там и оставим. А здесь мы поставим прекрасненько вторую ванну, вот здесь унитаз, ну, надо посмотреть там по размерам, чтобы у нас получалось возле унитаза минимум 800 и здесь 800. Что-то у меня получалось это. Вот, а здесь напротив входа мы поставим раковину. Ну, один из вариантов. Либо можно сделать душевую, ну, тут тоже еще как бы с этой планировкой поработать. Спальня старшей дочери. Я вам сказала уже, что мне не нравится, что упираемся в кровать. Один из вариантов это сделать, как в спальне младшей дочери и поставить кровать, такую тахту вдоль стены. Может быть, я предполагаю, вам нравится, когда кровать стоит перпендикулярно к стене. Соответственно, давайте здесь попробуем иначе решить вопрос. Мы перекрываем проход и вход делаем все-таки, минуя, скажем, спальное место. Вот у нас спальное место. Мы его оставим там, где оно было. Напротив кровати телевизор. Оставим его на каком-то там комодике, наверное, да. И рядом я бы поставила стеллаж для книг. Рабочий стол. Вот я предлагаю рядом со штормами все-таки какой-то стеллаж для книг. Рабочий стол поставить. Он может быть прямо аж до кровати. Тумбочку в этой части поставить, перенести. А здесь вы получите вместо два маленьких шкафа один большой. Только в этом варианте я бы предложила сделать с раздвижными дверцами. Потому что иначе тумба будет мешать открыванию дверцы. Хотя вы можете посмотреть видео у меня квартира с сауной. И там вы увидите шкаф, в котором есть частично распашные, частично раздвижные дверцы. Поскольку там тоже есть тумбочка. Можно эту идею взять за основу. То есть такой вариант возможен. А что касается гардероба при входе. Поскольку, я сказала уже, что неудобно там пользоваться. Вот я бы предложила сделать следующим образом. Вот так вот мы стеночку поставим. И сделаем гардероб при входе. Что касается вот этого пространства. Мы можем сделать вот так, отгородить гардеробную. Вот так шкафы, так шкафы. И вот так шкафы. При этом у вас будет проход побольше. Вот этот. И побольше места для вот этих всяких ваших вещей. Еще можно сделать отсюда вход. Там по-другому будет гардеробная. Что касается пассирочной. Мы тогда ее оставляем. Хотя я хотела предложить вам в другом месте. Ну вот унитаз для гостей. Все-таки будет как бы в пассирочной. Хотя вот можно мы вот так вот отделим зонами. Ну раздвижными дверьми. Например, стиральную машину. Ну там может сушильная. И что-то еще здесь. Какой-то хозблок. А в этой части поставим раковину и унитаз. Вот. И тогда гости вот за этими дверьми не будут видеть ничего. Пришли. Унитаз нужен. Воспользовались раковиной. Воспользовались. Все шикарно. Все в шоколаде. Кухня. Значит, ваш вариант кухни я предлагаю оставить. Вы говорили, что вот это вот у вас будет холодильник. Здесь, ну, что-то такое, духовка. Телевизор я бы могла предложить вам, фирмы Кюперс Буш, например, разместить вот в этой колонне. Но если это для вас не бюджетный вариант, то, ну, наверное, сделать кухню на заказ, сделать нишу и поставить вот здесь вот где-то телевизор. Потому что тогда все смогут смотреть этот телевизор, сидя за столом. Ну, либо вот здесь. Вот. Короче говоря, здесь еще две колонны. Не, здесь уже я варочную предложила бы рабочую поверхность. Тоже рабочая поверхность. Здесь варка, да, и вытяжка. А здесь посуда-мойка. ПМ. Дальше. Мойка я так обозначаю. Ну, все остальное логично. Поэтому вот телевизора здесь не будет. И, на мой взгляд, это будет намного лучше. Так что, что касается спальни, да, я вам показала, что я там вам все-таки вернула вместо гардеробной ванную комнату. А теперь на, так сказать, вишенка на торте будет у нас. Как я увеличила место хранения? Вашу гардеробную превратив в шкаф. Вот эту всю стену мы можем сделать как шкаф. Но столик туалетный можно тоже встроить в шкаф и вот здесь вот поставить пуфик. Далее мы делаем вот так, ну, вот это вот, фасады шкафов, да, все. И вот на этой панели мы вешаем телевизор. При этом у нас вот так, может, перегородочка, здесь штанга, здесь штанга, дверца здесь, здесь. Вы можете посмотреть вот эти идеи и решения. У меня есть там в каких-то проектах, дизайн-проектах. И в ближайшее время мы где-то тоже будем воплощать. Но в дизайн-проекте точно можете посмотреть. Дизайн-проект называется «Граф Орлов». В ЖК «Граф Орлов». Мы такой шкаф делаем в спальне. Это очень-очень удобно. И потом я покажу уже разработку этого шкафа. Мы потому что уже утверждаем чертежи. И в скором времени на каком-то из видео вы увидите эти решения. Вот, и здесь шкаф. Соответственно, вместо, я не знаю, сколько это было, метр шестьдесят и метр восемьдесят, мы получаем, ну, просто в два раза больше. Вот это где-то, ну, вот видите, вот этот фасад. Причем над туалетным столиком можно тоже еще разместить какие-то шкафы. Кровать с тумбочками я бы передвинула поближе ко входу. И у вас, получилось, появилось прекрасное место для кресла в стиле шестидесятых. Ну, оно должно быть где-то восемьсот на восемьсот. Вот такая планировочка получилась с небольшими правками. А может и с большими, сами решайте. На мой взгляд, это будет вам удобней для использования даже вот в рамках тех стен, которые вы сделали. Поэтому, если вам понравилось это видео, Оксана, обязательно напишите свой комментарий, чтобы другие зрители увидели, довольны ли вы остались. Остальные зрители тоже пишите свои комментарии. Мне, конечно, интересно ваше мнение. Некоторые из вас любят покритиковать. Ольга, а почему вы так, а почему вы эдак? Потому. Потому что я дизайнер. Тем не менее, пишите. Буду рада любым комментариям. Безусловно, я буду с кем-то спорить, если не согласна, или соглашаться с тем, кто даст хорошие идеи. Подписывайтесь на мой инстаграм, где вас ждут самые новые проекты, которые только позже уже появляются у нас на канале YouTube. Ну, а сегодня всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!